Привет, друзья! Рад видеть вас все на канале о здоровье, тренировках и жизни. Что, друзья, пока на карантине закрыли улицы, нужно тренироваться, потому что сейчас в конце зимы, начале весны, иммунитет у людей и так не очень крепкий. И чтобы его не потерять окончательно, нужно заниматься спортом. Нужно выходить на улицу, не бойтесь. Не нужно одевать маски, просто идите на улицу и тренируйтесь, поддерживайте свой иммунитет в тонусе, организм в тонусе. И чем я собираюсь сегодня заняться? Я хочу вам показать свою тренировку на улице спины, которую я буду импровизировать по ходу, придумывать, поэтому не знаю, как она будет выглядеть. Но точно знаю, что первое упражнение, вы увидите, это будет 4 подхода. Всех остальных упражнений будет по 2 подхода, и все упражнения я буду делать до отказа. Чтобы был стресс, чтобы этот стресс вызвал всплеск и ответ иммунной системы. Потому что любая тренировка укрепляет иммунитет, если она не чрезмерна, а если она короткая, такой, как я собираюсь сделать. Вон посадчики со мной какие-то бегают. Поэтому все выбирайтесь на улицу на тренировку. Друзья, уже говорю вам свои ощущения после этой тренировки. Когда я пришел домой, через пару часов я записываю это видео. Очень и очень эффективно оказалась эта тренировка. Довольно так неожиданно для меня, потому что я так особо не тренировался в таком режиме. Прямо только со своим весом, только на турниках, тренировать свою спину. То есть это какой-то больше режим воркаута. И мне очень понравилось. Это очень было эффективно, прям меня удивило. С моим весом это достаточно большая получилась нагрузка. Мне не понадобилось больше никаких утяжелителей, никаких блинов. И я почувствовал уже эффективность, уже прям сразу же на тренировке я уже начал чувствовать хорошо свои мышцы спины. То есть эта тренировка вполне себе полноценная, а не какая-то там просто замена временная тренажерному залу. Действительно получилась хорошая тренировка. Смотрите, амплитуда получилась укороченная, потому что я руки не могу выпрямить в этом упражнении полностью. Ну что есть, то есть, да, снаряжение какое. Я не могу выбрать, какое есть на улице, такое есть. Хорошо, хоть такое есть. Я хочу сказать, чтобы я только сделал два подхода по 25, и у меня мышцы спины просто горят. Я так понимаю, потому что неполная амплитуда, я не мог полностью разгонуть руки, и кровь скапливалась в мышцы, поэтому это вызвало боль, и я так понимаю, будет много открытий от тренировок на улице для меня по ощущениям. Но я не думал, что с таким маленьким весом в этой штанах где-то 25 килограмм можно так хорошо забиться. Друзья, я не буду в этом видео, конечно, рассказывать о технике выполнения тех или иных упражнений. Сто процентов будут какие-то споры. У каждого своя техника, каждый по-своему чувствует работающую мышцу. Давайте отнесемся к этому как просто какие-то новые идеи, которые вы можете использовать в своих тренировках на улице, допустим, импровизировать, да, приспоставливаться к тем условиям, которые сейчас есть, эти новые условия, да, в условиях карантина, как можно потренироваться. Друзья, обратите внимание, что каким хватом я использовал во время выполнения движения. Это был вот такой хват, когда вы не захватаете снизу большим пальцем, да, когда вы хватаете вот так, вот таким образом, да, то есть прямой хват. Я использую такой хват именно на тягах. Никогда я не жму штангу таким хватом, потому что это небезопасно. Но на тягах всегда стараюсь такими хватом делать. И иногда на бицепсе еще. Для чего я делаю такой хват? Это не мелочи. Не думайте, что это какая-то мелочь. Когда вы хватаетесь таким образом, то вы, ваш мозг меньше концентрируется на ваших руках. То есть вы меньше напрягаете предплечье, меньше, соответственно, всю цепочку напрягаете мышц до плечей, да, это бицепс, например, там, трицепс. И самое главное предплечье, да, то есть вы больше фокусируете свой мозг на работающие, прицельно на работающие мышцы, и это спина в данном случае, да. Поэтому вам нужно по максимуму выключить руки, что я и пытаюсь делать, когда берусь таким хватом за турник, допустим, да. Или когда вот потягиваюсь к турнику, когда держу, допустим, штангу на бицепс, так же самое, или там гантель на бицепс. Я тоже стараюсь делать хват именно такой. Попробуйте в своих тренировках, попробуйте, это, возможно, будет для вас новое ощущение. Друзья, попробуйте поэкспериментировать с резинкой, которую я вот показал вам в этом видео, да, которую вы можете использовать, да, уплотнитель такой, для тренировок. Если вы будете его покупать, то покупайте качественный уплотнитель, вот эту резину, потому что она должна быть из хаучука, она должна быть качественной. Не ведитесь на какую-то дешевую, покупайте нормальные, хорошие, они вам прослужат очень долго. Они действительно практически неубиваемые, если купить их сразу качественно. Да, они не совсем дешевые, но они должны быть довольно толстые, и не подумайте, что это слабая нагрузка. На этой тренировке я использовал вот эти резинки от 10 до 30 килограмм. То есть 10-20 одна резинка была, другая была 20-30 килограмм нагрузки. То есть она прилично добавляет вам нагрузки, и использовать ее в своих тренировках можно абсолютно любыми способами. Практически на все группы мышц вы можете использовать резинки, и везде, да, добавлять определенную нагрузку. Как вы видели в этой тренировке, я использовал ее, например, на приседаниях. Я утяжелял таким способом свои приседания, да. Более-менее мне получилось нормально проработать свои ноги, но штанга 25 килограмм, конечно, это очень мало для меня для приседаний. Хоть и фронтальные приседания, хоть там еще резинка была на 30 килограмм, то есть это максимум все равно получилось килограмм 50. Я думаю, еще меньше, наверное, было килограмм 45 нагрузки по факту. То есть сделав на 20-25 повторений, неплохо поработали ноги, но я не могу сказать, что в ходе таких приседаний я смог очень хорошо нагрузить свои ноги. Возможно, в следующий раз я попробую поприседать как-то на одну ногу, возможно, подделать какие-то выпады, тем самым увеличив нагрузку на ноги, потому что я приседаю уже за 100 килограмм, и мне, конечно, сложновато нагрузить таким маленьким весом свои ноги. Но возможно, возможно, попробовать различные вариации, как я сказал, приседания с одной ногой. Если у вас, допустим, не хватает веса, если вы используете, не знаю, дома, например, какие-то там канистры или еще что-нибудь, то вы можете приседать одной ногой. Друзья, из позитива, что я сейчас вижу в нынешней ситуации, в условиях этого карантина, что очень многие блогеры начали записывать тренировки дома или же записывать где-то на улице, и из этого мы можем увидеть действительно много вариантов выполнения упражнений вне тренажерного зала. Бывают всякие ситуации в жизни. Где-то в дороге можно это использовать. Находясь где угодно, всегда практически можно найти какие-то конструкции, с помощью которых вы можете тренироваться, поддерживать себя в форме. Для этого нужна только мотивация, желание тренироваться, потому что действительно отмазки находить очень сложно, когда ты знаешь столько вариантов тренировок без тренажерного зала. Ты можешь приводиться в порядок дома, например, или где-то возле дома у себя во дворе вечером тренироваться ходить. И тебе за это не нужно платить никакие деньги. И сейчас все блогеры показывают, как это можно делать. И действительно мы сейчас накопим довольно много интересную информацию, какую-то базу знаний, как тренироваться на улице. Потому что я уверен, многие импровизируют, как и я, например, в этой тренировке. После такой тренировки в условиях карантина, я очень рекомендую вам прийти домой и сделать следующие вещи. Во-первых, сразу продезинфицируйте руки свои перед тем, как заходить в квартиру, сразу же их обработайте, а лучше даже сразу после тренировки. Потому что на металлических поверхностях вирус живет очень долго. Около двух суток спокойно может прожить вирус. И грипп, и коронавирус не имеет значения. Вот эти вирусы, они живут спокойно на таких поверхностях. И чем более она гладкая, тем лучше там вирус закрепляется. На эту тему я записывал целое видео, как вылечить грипп дома. Про коронавирус я записывал видео еще в январе. Вся информация до сих пор актуальна, которую я там записал. Значит, приходите домой, вам нужно умыться. Не только нужно помыть руки, но нужно еще обязательно умыться. А лучше принять, конечно, душ после такой тренировки. Даже если вы не сильно вспотели, принимайте душ, умывайтесь, мойте руки. Я рекомендую также промыть еще носовые проходы, возможно, даже просто проточной водой. Или, например, сделать такой раствор, смешать морскую соль с небольшим количеством соды. И, возможно, с маленькой каплей, с каплей йода еще. То есть, одна капля йода, например, в этот раствор можете добавить. Или только одну соль и соду. Смешайте в очень слабых концентрациях. То есть, чтобы не пережить свою слизистую. И можете такими каплями закапывать носовые проходы каждый раз, когда вы приходите домой после улицы. Почему я не одеваю маску на улице, тренируюсь без маски, хотя сейчас на улице карантин? Потому что маска не защищает от вируса тех, кто носит, носителя маски. Маска создана совсем для других целей. Она используется хирургами во время операции. И это не для того, чтобы не заразиться от вируса. Она совершенно для других целей разработана. Если вы хотите защитить себя от вируса, вам нужно использовать не маску, а респиратор. И еще и респиратор определенного типа, который можно найти в специальных учреждениях и в медтехнике где-нибудь, например, онлайн. Или даже иногда даже в строительных магазинах можно такие респираторы найти. То есть, эта маска должна фильтровать воздух. Если вы можете дышать сквозь маску обычную, просто плотности ткани недостаточно, чтобы остановить частички вируса. Поэтому, конечно, вам не буду сейчас об этом рассказывать. И массово. Потому что государству выгодно, чтобы выходили все в масках, чтобы вы просто, если вдруг вы носитель вируса, чтобы вы не отдали никому этот вирус. Потому что маска работает в другую сторону. Если вы носитель вируса, то вы кашляете, вы не распространяете вот эти капельки вокруг себя. И других не заражаете. Но сами себя защитить вы не можете. Поэтому, если вы реально хотите защититься, допустим, вдруг вы в группе риска находитесь, то, друзья, носите не маску, а респиратор. Но респиратор нужно носить короткий промежуток времени. И когда вы находитесь рядом с больным, в радиусе 1-2 метров, просто так на улице нет никакого смысла носить ни маски, ни респиратор. Потому что, во-первых, это ухудшает вообще циркуляцию воздуха. Вы дышите неправильно. Вы нарушаете сам процесс дыхания. И это нехорошо. Это вообще нехорошо. Поэтому я сейчас, конечно, наблюдаю людей вокруг, которые у себя в масках ходят. Для меня это не совсем понятна логика. Люди, скорее всего, по незнанию это делают. Но если они становятся спокойнее от этого, то это уже, конечно, огромный плюс. Я же вам не буду ничего навязывать, какого-то мнения. Потому что вы можете со мной спорить или не спорить. Но я говорю то, что на самом деле написано во всемирной организации здравоохранения. И если вы почитаете на английском языке, найдете, вы сами это все поймете, что маска не работает на самом деле. Поэтому, друзья, пока еще улицы не закрыты, пока еще можно выходить на улицу и тренироваться, поддерживать себя в форме, я очень вам настоятельно рекомендую делать это. Если вы будете сидеть дома, вы будете 100% ослаблять свой иммунитет. Сейчас после зимы у людей и так ослаблен иммунитет. То есть сейчас вообще неблагоприятная ситуация для всяких вирусов. Но если вы будете заниматься активно своим здоровьем сейчас, ходить на улицу, тренироваться там 1, 2, 3 раза в неделю, не надо много этого делать. То есть двигаться, находиться на воздухе, там, где нет скопления большого людей. То есть действительно не нужно ходить где-то, где массовое какое-то скопление людей, тренироваться, где много людей на улице вдруг собралось. Не нужно этого делать. Находите какое-то укромное местечко, такое время, чтобы там никого не было. Придите, спокойно потренируйтесь. Пойдите домой и сделайте все то, что я говорил после тренировки. Промойтесь, носовые проходы, прополоскайте рот, желательно тоже слабым раствором соды или морской соли. Для полоскания носа нужно использовать тоже морскую соль. Или если простая соль, то тогда добавить каплю йода. Одну каплю йода это на чашку, может быть. На чашку 350 грамм, когда вы будете делать такой раствор, да. Давайте, ладно, давайте я скажу вам конкретные рекомендации по тому, как я делаю такую настойку. То есть обычная чашка, 350 миллиграмм воды, заливаете кипятком на кончике чайной ложки соды. Это действительно кончик чайной ложки. Это примерно 1-2 грамма. Соли вы добавляете примерно 3 чайной ложки морской соли на такую чашку, без горки. То есть это примерно будет 3-4 грамма, не больше. Вы должны понимать, что вирус локализуется в первую очередь на слизистых оболочках, как я рассказывал в видео про грипп и про коронавирус. Он там может находиться от двух суток и больше. То есть первое время, когда он попадает в организм вот этот инкубационный период, он находится на слизистой оболочке. Поэтому вам и нужно заниматься слизистыми постоянно, каждый день. Промывать нос, полоскать горло, полоскать рот. Все это реально работает. И это так же самое работает, как от любого гриппа, например. Так же самое все. Делайте то, что я порекомендовал, и, скорее всего, вас пройдет стороной, то, что сейчас происходит в мире. И, ребята, я желаю вам здоровья. До встречи в новом видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова